А перед началом истории хочу попросить вас подписаться на канал и нажать на колокольчик. Также не лишним будет поставить лайк под этим видео и написать комментарий. Это очень поможет в развитии канала. Красавица Мишель Мэри Сомерс родилась в 1957 году в городе Конкорд, Калифорния. Ещё в школе она была активным подростком, получала исключительно отличные оценки, играла на скрипке, выступала в школьных театральных постановках, была чирлидершей, а после школы стала Homecoming Queen, наиболее почётное звание, закрепляемое за бывшими учениками школ. Девушка была активным членом церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Здесь и далее мы будем сокращённо называть эту церковь СПД. После школы Мишель по обмену поехала в Швейцарию, была моделью, а в 1976 году получила титул Мисс Конкорд в своём родном городе. Вскоре Мишель повстречалась с Мартином Макнилом, который был на год старше неё. Они познакомились на мероприятии для молодёжи, которое проводила церковь СПД. До их знакомства в 1973 году, в возрасте 17 лет, Мартин поступил на военную службу. Через два года, в 1975, он был демобилизован из-за проблем с психикой. Благодаря этому на протяжении многих лет Мартин получал ветеранские пособия. Мишель и Мартин были настолько счастливы вместе, что во всём мире им больше никого не было нужно. Поэтому молодые люди решили сбежать и 21 февраля 1978 года поженились. И уже 4 месяца спустя Мартин загремел в тюрьму сроком на 6 месяцев по обвинению в подделке документов, краже и мошенничестве. В 2007 году семья Макнилов проживала в охраняемом жилом комплексе в Юте. Все члены семьи оставались активными членами общины СПД. Мишель и Мартин стали родителями восьмерых детей. Рэйчел, Ванессы, Алексис, Дамьена, Жизель, Эль, Сабрины и Ады. Четыре последние девочки, Жизель, Эль, Сабрина и Ада, якобы были удочерены на Украине. Хотя на сегодняшний день наверняка известно, что Ада на самом деле была дочерью Ванессы Макнил и по факту приходилось внучкой Мишель и Мартину. Ради чего была нужна такая многоходовка с удочерением, неизвестно до сих пор. Явно, что ребенок был нежелательным, и Мишель с Мартином решили скрыть факт беременности своей старшей дочери. Поэтому если вы что-то знаете по этому поводу, можете поделиться в комментариях. Мартин служил епископом в местной церкви СПД и работал медицинским директором в местном центре развития. Ранее у него была своя врачебная практика, он служил в армии и получил юридическое образование, хотя и не занимался юридической деятельностью. Позднее станет известно, что Мартин сфальсифицировал списки на зачисления в Калифорнийский медицинский колледж, где выучился на остеопата. Подобные махинации он проделал и в юридическом колледже. Несмотря на то, что Мартин был женат на безумно красивой девушке, из-за чего многие мужчины ему завидовали, сам он часто говорил окружающим, что недоволен собственным браком. По словам старшей дочери пары Рэйчел Макнил, Мишель неоднократно угрожала Мартину покончить с собой. В 1994 году Мартина обвиняли в сексуальных связях с пациенткой медицинского центра при университете Бригам и Янга. Из-за этого он угрожал покончить с собой. Согласно полицейским отчетам, Мартин Макнил угрожал убить себя и жену мясницким ножом в августе 2000 года, после того, как Мишель застукала его за просмотром порнографии. В 2005 году он снова угрожал покончить с собой, опять же из-за того, что жена увидела, как он смотрел порно. В феврале 2007 года Мишель неоднократно ссорилась с Мартином из-за подозрений, что у мужа есть роман на стороне. В свою очередь, в период с 2005 по 2007 годы у Мартина было как минимум две любовницы – Анна Уолдхол и Гипси Уиллис. Отношения между супругами ухудшались, и в марте 2007 года Мартин предложил жене сделать пластическую операцию. Якобы она станет красивее, было и чувство снова разгорятся, и всё станет как раньше. Поначалу Мишель предлагала мужу отложить операцию из-за состояния своего здоровья. Она хотела убедиться, что её кровяное давление в норме, а также немного сбросить лишний вес. Но Мартин продолжал настаивать, поэтому Мишель всё же согласилась на подтяжку лица ради спасения брака. Как сообщается, на последней консультации перед операцией Мартин, который на тот момент сам являлся врачом, передал пластическому хирургу список препаратов, требуя, чтобы хирург назначил эти препараты его жене. В списке значились следующие препараты. Вик-1, Золпидем, Валиум, Оксикодон, Прометазин и Цифалексин. По большей части это были стандартные препараты, назначаемые при подобных операциях. Антибиотики, антигистаминные и обезболивающие. Однако доктор Скотт Томпсон, который проводил операцию, никогда не назначал пациентам Валиум и Оксикодон. Эти сильнодействующие препараты обладают сильнейшим обезболивающим, седативным и снотворным действием. Их передозировка может привести к летальному исходу. Операция прошла успешно 3 апреля. Мишель провела ночь в больнице и была выписана на следующий день. Следующим утром Алексис обнаружила мать в состоянии комы. Алексис в то время обучалась в медицинском колледже. Она бросилась к отцу, на что отец сказал, что, вероятно, немного залечил супругу. Мишель выжила и пошла на поправку. Но на этот раз прием лекарств Алексис, будучи на выходных в родительском доме, взяла под свой контроль. По словам Алексис, ее мать опасалась, что муж пичкает ее лекарствами, в которых она не нуждается. Но женщина грезила мечтами о возобновлении былых отношений. Выполнила поставленные мужем условия об операции и полностью доверилась Мартину. 6 апреля 2007 года она сказала Алексис, «Если со мной что-то случится, будь уверена, что твой отец не виноват». Но уже чуть позже в этот же день Мишель поссорилась с Мартином из-за его бесконечных звонков и сообщений своей любовницы Гипси Уиллис. 10 апреля Алексис, будучи в полной уверенности, что мама идет на поправку, вернулась в колледж. На этом настоял и ее отец, мол, все хорошо, нечего пропускать учебу. Следующим утром, в 8.44, мать и дочь поговорили по телефону. Мишель сообщила, что чувствует себя намного лучше. Но менее чем через полчаса, в 9 часов 10 минут, Алексис позвонил отец и попросил перезвонить матери. Он сказал, что обеспокоен состоянием Мишель, ей не лучшее, и она совсем не встает с постели. Как уверяет Мартин, с утра он был на работе, однако до 11 часов его там никто не видел. В 11.35 Мартин забрал из школы младшую дочь Аду. Через 10 минут, в 11.46, они вдвоем вернулись домой. Ада увидела, что мама не подает признаков жизни, а ее голова погружена в ванну. Тут же Мартин позвонил сыну и приказал ему избавиться от всех лекарств, которые принимала мать. Он объяснил это тем, чтобы о пластической операции не узнали посторонние, чтобы не навредить репутации Мишель. Позднее Мишель была объявлена мертвой, ей было всего 50 лет. Вскрытие показало, что причиной смерти явился сердечный приступ. Отчеты полицейских и патологоанатомов подтвердили, что смерть Мишель была случайной и произошла по естественным причинам. Однако дети Макнилов поставили под сомнение официальную причину смерти и потребовали пересмотра токсикологического отчета. Кроме того, в сентябре 2007 года сестра Мишель, Линда Клав, написала письмо губернатору штата Юта и окружному прокурору с требованием расследовать смерть сестры. Доктор Тодд Грей, главный судмедэксперт, проводил повторный анализ. Он обнаружил, что уровни токсичности препаратов, обнаруженных в организме Мишель, не превышали допустимые нормы. Однако сочетание прометазина, золпидема, валиума и оксикодона могло вызвать седативный эффект и аритмию, что и привело к остановке сердца. Благодаря отчету Грея 6 октября 2010 года, причина смерти Мишель была изменена с неопределена на сочетание болезней сердца и побочного эффекта от приема препаратов. Было отмечено, что Мишель была неспособна принимать лекарства самостоятельно. Похороны Мишель состоялись 14 апреля 2007 года. На похоронах ее муж Мартин вместо того, чтобы говорить о жене, твердил, что его жизнь слишком несправедлива к нему. В 2009 году Мартин был приговорен к четырем годам тюрьмы по обвинению в краже личности. Он использовал персональную информацию своей приемной дочери Жизель, чтобы получить документы для своей любовницы Гипси Уиллис. Он утверждал, что мотивировал это уклонением от уплаты налогов, поскольку Уиллис задолжала крупные суммы налоговому управлению США, а Мартин хотел избежать любой ответственности по этому пункту. Он был освобожден из тюрьмы в июле 2012 года, после чего правоохранительные органы объявили его подозреваемым в убийстве своей жены. В 2011 году Гипси Уиллис была приговорена к трем годам условно за участие в схемах кражи персональных данных. 24 августа 2012 года прокуратура округа Юта предъявила Мартину обвинение в убийстве жены. Суд над Мартином начался 17 октября 2013 года. Мартин Макнил не признал себя виновным и утверждал, что смерть его жены была случайной. Судмедэксперты также не подтвердили, что имело место убийство. Однако прокуроры убедили присяжных в том, что Мартин Макнил причастен к убийству жены посредством утопления и употребления ею опасных лекарств. В ордере на арест сообщалось, что ранее Мартин предпринимал попытки убийства собственной матери и убил своего брата, чье тело было обнаружено в ванной. Однако за убийство брата его так и не осудили. После того, как прокуратура подала ходатайство о запрете видеосъемки судебного процесса, 4 окружной суд штата Юта, оставив в силе правила штата, вступившие в силу 1 апреля, постановил, что судебный процесс может транслироваться в прямом эфире, впервые в истории Юты. В трансляцию не были включены видеосвидетельских показаний федеральных заключенных, опасающихся возмездия. Суд длился 22 дня. Прокурор назвал это дело почти идеальным преступлением. Макнил накачал жену лекарствами, следы которых трудно обнаружить после смерти человека. И Мартин знал об этом. В суде были заслушаны показания одной из любовниц Мартина. По ее словам, он не раз говорил, что собирался убить человека так, чтобы смерть выглядела как сердечный приступ. Сокамерники Мартин утверждали, что он хвастался тем, что убил жену, но это не смогут доказать. Адвокаты Мартина Макнила утверждали, что Мишель сама переборщила с лекарствами, случайно упала в ванну и захлебнулась. Присяжные совещались на протяжении 11 часов. И 9 ноября 2013 года Мартин Макнил был признан виновным в убийстве первой степени, которое совершил 11 апреля 2007 года. Он также был признан виновным в преступлении против правосудия за то, что пытался представить убийство жены как несчастный случай. За убийство первой степени предусмотрено наказание в виде срока от 15 лет до пожизненного заключения, а также 15 лет за преступление против правосудия. 6 декабря 2013 года Мартин попытался покончить с собой, находясь в тюрьме. Кроме того, Мартин был признан виновным в изнасиловании своей дочери Алексис, за что ему грозил ещё один срок до 15 лет. 19 сентября 2014 года Макнил был приговорён на срок от 15 лет до пожизненного за убийство первой степени, ещё на 15 лет за воспрепятствование правосудию. Кроме того, учитывая обвинения в изнасиловании, Мартин не мог подавать заявление на условно-досрочное освобождение в течение 17 лет, то есть до 19 сентября 2031 года. Через два с половиной года после заключения, 9 апреля 2017 года, 60-летний Мартин Макнил покончил с собой. Его безжизненное тело было обнаружено в тюремном дворе возле оранжереи. Смерть наступила из-за отравления природным газом. Рядом с телом был обнаружен шланг, другой конец которого шёл к газопроводу, предназначенному для обогрева теплицы. До и после смерти жены Мартин продолжал встречаться с Гипси Уиллис. Он неоднократно заявлял, что несчастен в браке, заикался о разводе. Но развестись почему-то так и не решился. Мартин и Мишель были женаты на протяжении 29 лет, 2 месяцев и 10 дней. 26 января 2010 года 24-летний сын Мартин и Мишель, Дамьен Макнил, также покончил с собой. Он был студентом юридического колледжа Нью-Йорка. Перед его смертью прокуратура округа Юта отправила в колледж письмо. В письме говорилось, что следователи считают Дамьена очень опасным человеком, обладающим склонностью к убийствам. Что он говорил про наслаждение от убийств? И что он присутствовал в родительском доме в день смерти своей матери? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова